А у нас позитивная новость, как раз таки компания расширилась, и в гости к нам пришел Максим Витальевич, грамотный заместитель министра МЧС. Доброе утро. Ну вот, Максим Витальевич, сейчас еще не начался отопительный сезон, и нередко люди как раз таки греются, где это необходимо, с помощью электрических приборов. Да и не только, да, там иногда всякие воздушные вот эти вот дуки, или там, как их, не дуки, а колориферы их называют. Они же тоже электрические. Они тоже электрические, да? Да. Я думал, они электрические. Ну вот скажите, пожалуйста, все-таки, какие меры нужно предосторожности учитывать, чтобы не спровоцировать пожар? Знаете, да, вот у нас закончился весенне-летний пожароопасный период, но мы сразу же, сразу же переходим в осенне-зимний период, когда, вы правильно говорите, когда уже температура начинает понижаться. И, к сожалению, к сожалению, как показывает статистика, именно в зимние и осенние месяца, это ноябрь, декабрь, январь, февраль и март, как показывает анализ прошедших вот последних пяти лет, самые большие риски возникновения пожаров в жилом секторе, а также, к сожалению, и такой фактор, как гибель людей, именно увеличивается в эти пять месяцев. Зачастую в жилом секторе люди используют самодельные нагревательные приборы, вы знаете, не очень так безответственно подходят к отоплению, то есть не производится ремонт дымоходов, венканалов. Ведь, как получается, по прибытию на пожар, пожарные подразделения, если зафиксирована гибель человека, мы всегда видим, что бывает, что и пожар достигает, ну, малых размеров, там бывают и два квадрата, три квадрата. Да, основной фактор, который влечет за собой гибель человека, это угарный газ, то есть это люди угорают, и мы пытаемся, работой органов государственного пожарного надзора, привлекаем добровольцев, сотрудников пожарной охраны Республики Крым, охватить именно наше население, нашего полуострова, и донести до них вот элементарные правила поведения в быту при отопительном сезоне, да. Опять же хочу сказать, вы правильно сказали, использование самодельных нагревательных приборов влечет в возникновение рисков пожаров, ну, это... В несколько раз, мне кажется, да. В несколько раз, да, превышает. Я хочу вам сказать, что именно вот этот вот фактор, как показывают, опять же, возвращаясь, как показывает вот анализ прошедших пяти лет, именно этот фактор один из основных, который создает угрозу жизни людям. А вот, допустим, другие, какие вот топ фатальных ошибок до отопительного сезона, когда люди пытаются обогреться? Я вам честно хочу сказать, к сожалению, опять же, возвращаемся к статистике. Вот на данный момент у нас зафиксирована гибель 63-х человек на пожаре. Это за какой период? Это за период с 1 января до сегодняшнего дня. И, к сожалению, к сожалению, как показывает статистика, 57 человек из этого списка. 57 человек — это гибель людей в жилом секторе. И процент гибели от факторов электроприборов практически из этих 57 составляет где-то 50%. Вот именно за... Вот вы знаете, как зачастую бывает, наши проводки в жилых домах, они уже не рассчитаны на ту нагрузку, которые подаются во время увеличения, вот, когда включают отопление, включают бойлеры, включают электрочайники, включают после этого колориферы. Если колорифер заводского изготовления, масляный, водяной, то это, конечно же, один из самых безопасных электронагревательных приборов. Но зачастую, как вы и говорите, используются, как их называют в простонародье, ветродуйки — это пружина накаливания. Чтобы согреть воздух, да. И согреть воздух побыстрее. И как человеку кажется, что создавая себе уют, мы зачастую забываем об элементарной безопасности в воду. Из этих вот обогревателей, которые самые безопасные, а какие самые опасные на вашем смысле? Ну, конечно же, самые безопасные — это масляные обогреватели, заводского изготовления. Опять же, я возвращаюсь к чему. Именно заводского изготовления. Завод-изготовитель несет ответственность. Вы, покупая электронагревательный прибор, обязательно смотрите паспорт, где указывается, как эксплуатировать прибор, на каком расстоянии от вещей его устанавливать. Он должен быть находиться, да. Электронагревательные приборы, которые могут причинить угрозу возникновения пожара. Это пружина накаливания электрическая, открытая, открытая, не закрытая. То есть любое попадение... Может вещь с полки просто упасть? Вы правы. Любое попадение горючего материала на открытую поверхность пружины накаливания может произвести к возгоранию зачастую, зачастую фактор возникновения концентрации угарного газа критического. Это секундное явление. Поэтому очень внимательно нужно именно относиться к этим приборам. А вообще, если честно сказать, они запрещены использоваться в быту. Особенно самодельные нагревательные приборы. У нас, я не побоюсь сказать, у нас очень много кулибинных, таких вот народных умельцев, которые вот, как им кажется... Просто включая каждый раз такой прибор, нужно помнить о том, что это прямой риск и угроза жизни человеку. И одно дело рисковать своей жизнью, а другое дело рисковать, когда ты живешь в многоэтажном доме, жизнью своих соседей и других людей. Ну, знаете, мне кажется, когда живешь в многоэтажном доме, все равно меньше риск в том плане, что если ты, допустим, сам в доме живешь, тебя уже никто не предупредит обидеть, если ты зашла. Так угрозишь просто, понимаешь? Дело даже не в огне открытом, мне кажется, в первую очередь, а именно... Самое основное, один из основных факторов гибели людей на пожаре, это все-таки фактор угарного газа. Вы правы. Поэтому буквально вот секундно-минутное дело, просто неосторожность, и нужно, к сожалению, дойти вот до такого критического. Будем надеяться, что мы предупредили наших горожан, жителей полуострова. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Спасибо вам. Сейчас предлагаем сфоткаться. Дело в том, что у нас есть праздничная инсталляция, посвященная переходу на цифровое вещание. Мы сейчас вас в нее проведем, так сказать, введем вас в телевизор непосредственно, и в этом смысле этого слова. И попрощаемся с молодым телевизором. И сделаем памятную фотокарточку с вами. Прошу вас сюда. Так, посмотрим. И говорим слово «безопасность». КОНЕЦ